Здравствуйте! Это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. Следить за использованием специального счета на капремонт и непосредственно работами будут гораздо жестче. Для этого сделают обязательными стройконтроль и проекты. Соответствующие поправки скоро рассмотрит Госдума. Поводом послужили махинации со спецсчетами, которые вскрыли новосибирские общественники. Подробнее о законодательных новшествах расскажет их инициатор, руководитель школы грамотного потребителя Новосибирской области Светлана Миронова. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, вряд ли кто-то вас назовет любителем бюрократии, скорее даже наоборот. А здесь вы предлагаете ужесточить контроль над специальными счетами по капремонту. Что послужило поводом? А повод это недобросовестные ремонты по спецсчетам в связи с тем, что мы начали мониторинг, мониторинг именно домов и для себя неожиданно открыли некую статистику о том, что сегодня спецсчета, ремонт по спецсчетам, ну не везде нужного качества. Более того, люди жалуются и решить эту проблему самостоятельно они не могут в связи с тем, что фонд не отвечает за это. Это же спецсчет. Законодательно, да? Да, законодательно фонд за это не отвечает. Есть работы, деньги выплатены, все. Соответственно, уполномоченное лицо иногда даже трубку не берет и задать ему вопрос невозможно. Управляющая компания даже документы в фонде запросить не может. Ей как третьему лицу в этом отказывают. И собственники остаются один на один со своей проблемой. И это не просто ваше наблюдение, это конкретные судебные дела. Да, на сегодняшний день у нас есть судебные решения, есть отмена протокола по капитальному ремонту. Как говорит практика, да, как говорят сами суды, что мы первые, кто пошел по этому пути, именно законному пути. Причем по капитальному ремонту, он не просто по ничтожным признакам отменено, да, а там не было собрания. Это основное. Соответственно, когда вы отменяете решение о том, что не было собрания, дальше возникает вопрос, на основании чего вы заключили договор. Соответственно, получается второе судебное решение, да, это расторжение договора. А если договор расторгнут, кто-то должен все это оплатить. А ведь мы с вами тоже понимаем, что это будут некие последствия. Это возврат денежных средств на расчетный счет и подрядчик, который какие-никакие, но издержки понес. По-хорошему бы. Подрядчики тоже должны проверять это. Ведь зачастую они сами идут на сговор и понимая, что они недоделывают и им работы подписывают. Как это выглядит в жизни? Вот такой капитальный ремонт, который сделан только чтобы заработать, я так понимаю. Ну, этот капитальный ремонт, давайте вот, чтобы не быть голословными, да. У меня вот есть техническая экспертиза. Что за экспертиза? Это экспертиза капитального ремонта по спецсчету, инженерной коммуникации. Вот вы можете видеть, в каком они состоянии. То есть здесь был капитальный ремонт? Здесь был капитальный ремонт по спецсчету 6 месяцев назад. Они не наложили изоляцию. А изоляция это самая дорогая позиция. И она составляет не менее 10% от сметы. Не менее. А вещь идет о 2 миллионных 300. То есть одна изоляция это уже с вами 230 тысяч. Сразу вот так вот. То есть если идет комплексный ремонт, там и под миллион. Там миллионы будут, конечно, там будут миллионы. Более того, акт выполненных работ подписан в полном объеме, подписан уполномоченным лицом. Раз он подписан в полном объеме, то работы должны быть выполнены. А мы на сегодняшний день получаем акт уполномоченным. О том, что он сам признает, что данные работы не выполнены, он их не делал. Тогда возникает вопрос, а зачем ты подписываешь? Ведь согласитесь, если вы не получили зарплату, вы не подписываете. Я не подпишусь, да. Да. Более того, они поменяли проект. А это уже реконструкция. А теперь мы получаем так, что если ливневая канализация не справляется, если будут подмокания перекрытий, они начнут сыпаться. Но махинации не только с трубами? И с крышами, с трубами. То есть данная ситуация идет везде. А какое наказание ждет за подобные махинации? А вот в том-то вся и проблема, что ответственность за это у нас очень маленькая. Здесь вопрос уже к правоохранительным органам, как они будут это рассматривать. Но согласитесь, если мы говорим с вами о миллионах и о двух годах условно, ну давайте будем честными. Всегда найдутся люди, которые будут не очень честными на руку. Даже если мы ему присудим, ну представьте себе 2 миллиона. Сколько лет он нам их платить будет? А люди копили это годами. Светлана, а какая защита возможна в этой ситуации? Какие поправки вы предложили федеральным властям? Ну на сегодняшний день я считаю, что обязательно должен быть стройконтроль. Если будет стройконтроль, то соответственно акт выполненных работ будет подписываться уже несколькими людьми. А кто это подписывает обычно? Это будет стройконтроль, организация, которая считает, то есть это юрлицо, с которого можно будет спросить. И там другая ответственность, это не физики. И если юрлицо, то соответственно они будут уже отвечать и финансово. Уполномоченное лицо и подрядчик. То есть у нас будет три подписи, уже договориться не так просто. То есть по сути как с общим счетом сейчас, да? Да, как с общим счетом, абсолютно вы правильно сказали. Потом должен быть обязательно проект. Потому что когда мы говорим, что мы совместили там две трубы в одну, да, или там еще как-то, ну раз спрашиваешь, а как вы проводите ремонт, а нам уполномоченный пальцем показал. Извините меня, а у полномоченного есть образование строительное для того, чтобы пальчиком показывать. Поэтому сегодня вот три процедуры, да. Это проект обязательно, это стройконтроль обязательно и реестр добросовестных подрядчиков. Ну и с другой стороны, получается, что на собственников, которые живут в доме со специальным счетом на капремонт, ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Ведь нужно будет оформлять уже проект, а это стоит денег. А тот же самый стройконтроль, это тоже определенные расходы. Я тоже экономист и хочу сэкономить. Итого, я экономлю на проекте и я экономлю на стройконтроле. Пусть 150 тысяч. А теперь мы получили вот такого качества капитальный ремонт. Считаем. Независимая экспертиза, чтобы обоитесь обратиться в суд. 40 тысяч есть. Юрист, чтобы представлять ваши интересы. 15 тысяч выход. Есть. Переделать работы. Плюс у вас будет еще один судебный процесс, как минимум, по расторжению договора. А потом вы пойдете в суд за возмещением убытков. То есть сколько мы сэкономили? Экономия должна быть. Но когда вы покупаете себе пиджак, вы покупаете тот пиджак, который вас устраивает в надлежащего качества. И который я буду долго носить. А если рядом лежит такой же пиджак за такие же деньги, но при этом он не очень хороший, завтра развалится, вы его будете брать? Скорее всего нет. Ну вот видите, это ответ на ваш вопрос. Не получится ли, что мы таким образом подрываем снова доверие к системе капитального ремонта в целом? Все равно у нас основная масса домов, они на общем котле. И здесь есть и стройконтроль, и защита, и фонд отвечает за денежные средства. Я считаю, что здесь должна быть и разъяснительная большая работа. Люди должны сами понимать, кому они доверяют свое имущество. Поэтому если будет уголовная ответственность, то следующий, может быть, задумается. Знаете, мне жалко в этой ситуации старших по дому, которые стали таковыми не потому, что очень хотели управлять домом, а потому что, ну, больше некому. А здесь на них ложится дополнительная нагрузка, дополнительная ответственность. А оно им надо? Ну, давайте так, с чего мы с вами год начинали, тем мы и заканчиваем. У них есть вознаграждение, об этом нельзя забывать. Но здесь возникает вопрос, это именно социальных выплат, да, которые производятся с его зарплаты. В начале года я вам рассказывала, что мы вносили данное предложение. Сейчас дошло уже оно до Госдумы, и оно поддержано всеми 82 регионами субъектов Российской Федерации. Поэтому я надеюсь, что все-таки данный законопроект на следующий год выйдет, и наши председатели Совета Дома будут законным образом освобождены от этих взносов. Это будет менее накладно для собственников. Они будут понимать, ну, например, да, 3000 квадратных метров дом, чтобы удобно было считать по рублю. 3000 рублей, 3000 рублей он получил. Если это 2 рубля, то 6000, ну, минус недосбор, там будет 5400, да. Но факт тот, что это денежные средства, которые будут идти непосредственно председателю. Какие перспективы у поправки связаны со специальными счетами, в частности? Ну, учитывая, что вот я не так давно была в Москве, да, там был большой форум, и люди, субъекты меня поддержали, это проблема по всем регионам Российской Федерации. Теперь ждем, чтобы у нас здесь все было четко отлажено, так же, как в котле. Светлана, спасибо большое за очередную законодательную инициативу на федеральном уровне и за это интервью. А я напомню о том, как ужесточится контроль за расходованием средств специальных счетов по капремонту, мы говорили с руководителем школы грамотного потребителя в Новосибирской области Светланой Мироновой. Это был наш Новосибирский диалог. Будьте внимательны с теми, кому доверяете свое жилье. Редактор субтитров А.Семкин